Итак, дорогие коллеги, мы собрались на межвузовскую такую встречу и связали это с презентацией нашего коллективного труда, который всем вам был в том или ином виде разослан. Вот этот. Это пятый выпуск серии «Сравнительная философия. От сравнительной к межкультурной философии». Надо сказать, что... Вот Наталья Николаевна тоже Канаева появилась, рада видеть. Надо сказать, что мы решили не делать такую презентацию традиционную, а сделать рабочую сессию, как круглый стол, на который пригласили, ну, конечно, весь авторский коллектив и пригласили докладчиков. И еще наших коллег из республик, которые я уже называла. И вот я смотрю, из Самары есть тоже из университета. Очень рада, что прошли вы к нам. Что мы хотели бы услышать на этом заседании, на этом круглом столе? Ну, конечно, если у вас будет время как-то высказаться о самой книге, ну, довольно кратко, мы думаем, надо высказываться о том, что удалось и о том, что не удалось или чего не хватает. Но самое главное, хотелось бы вместе, потому что все участники так или иначе на протяжении нескольких десятилетий занимались сравнительной философией, компоративистикой философской. А тем самым ясно, что они уже были готовы или даже уже приступили некоторые, и даже достаточно серьезно приступили к разработке тематики, связанной с межкультурной философией или с межкультурным методом философствования. Поэтому хотелось вот на этом этапе поговорить о том, все-таки, что мы хотим от этих исследований, что мы от них ожидаем, и какова, в общем, по нашему видению, какова перспектива дальнейшего развития и в каком направлении это направление, в каком направлении межкультурная философия, как вам кажется, может в ближайшем будущем развиваться. И следующий такой большой блок, наверное, это как нам использовать вот наше исследование и наш опыт преподавания межкультурной философии или компоративной философии, как нам его использовать в исследовательской и образовательной работе, преподавании и образовании в целом в вузах. Вот именно поэтому мы хотели, чтобы с нами были представители вузов, но мы пригласили тех, с кем мы, в общем, уже сотрудничали и хотим дальше более тесно сотрудничать и что-то делать, может быть, вместе или хотя бы делиться своим опытом. У нас докладчиков шесть человек. Первое слово мы хотели бы предоставить Сергею Юрьевичу Лепыху. Так, ну хорошо, мало ли всякое бывает. Ну тогда Сергея Юрьевича я хотела первым, потому что он из самого далека, поэтому так вот хотелось ему дать слово. И он очень много лет с нами сотрудничает и много преподавал в университете своем. А сейчас он, конечно, профессор, а сейчас он заместитель директора по научной работе Института манголоведения, бодологии и тибетологии Сибирского отделения РАН. Тогда я с большим удовольствием передаю слово Нур Сериковичу Керабаеву, которого все почти знают из наших участников, поскольку мы тоже десятилетия с ним сотрудничаем. Он является в настоящее время заведующей кафедрой истории и философии и отделением философии Российского университета дружбы народов. Ну, Нур Серикович, надо отдать ему должное, он инициировал вот такие круглые столы по сравнительной философии с выходом на межкультурную. Еще до этого было два круглых стола, это у него в университете, затем второй модератором был из Петербурга Колесников Анатолий Сергеевич, и вот третий это мы или я. Итак, слово Нур Сериковичу, пожалуйста, Нур. Мария Теграновна, есть какой-то регламент? Так как я вижу у нас... Да, я писала всем регламент, чтобы мы уложили со всеми докладчиками и оставили хотя бы там полчаса на дискуссию и авторы, чтобы могли подключиться. Вот, поэтому 15 минут вы уложитесь? Да, конечно, я даже постараюсь, короче. Мария Теграновна, спасибо вам за предоставленное слово. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Мария Теграновна за то, что она инициировала вот такой круглый стол и в таком замечательном формате. Во-вторых, сказать, что Мария Теграновна как основатель и пионер этого направления у нас, как бы мы сегодня обсуждаем не только вот эту монографию, но она была бы невозможна без ее книги, без ряда статей, на которые есть ссылки в самой монографии, которую упоминает Мария Теграновна. И в целом, почему это важно? Я хотел бы как бы начать с того, что для нас эта проблема существует с 92-го года. Вот Мария Теграновна была на наших конференциях «Диалог цивилизации. Восток-Запад». Мы как бы инициировали возможность понимания одной культуры в терминах другой культуры. Вот, допустим, Анатолий Евгеньевич Лукьянов, который, к сожалению, рано ушел, он у нас читал лекцию, мы ее записали, как нельзя читать китайскую философию. Имеется в виду в российском ВУЗе. То есть нельзя ее читать по европейским лекалам, на основе европейских студий. Более того, даже нельзя на основе двухтомника древнекитайской философии Ян Террифона. Потому что понятие философии, оно везде своеобразное. Вот это начало. Потом Владимир Кириллович Шохин читал у нас лекцию, как нельзя читать индийскую философию. И вот мы наконец-то дозрели, по крайней мере я дозрел, как нельзя читать арабскую философию с этой точки зрения. Ну и для нас это очень важно, потому что африканские студенты, арабские студенты, для того, чтобы вот то, о чем все время как бы декларируется в межкультурной философии, о праве межкультурного, о том, что нет межкультурной чистоты, как говорит Малаш, что является основанием для движения. Вот это для нас действительно стало очень важным. Ну первое, что я хотел бы сказать. Я хотел бы немножко сказать по самой работе, а потом уже по проблемам. Ну, во-первых, работа структурирована необычным образом немножко. Вы это видели, что раздел первый – это концепции, Мала, Вимер. Раздел второй – это как бы предыстории или предпосылки. И поэтому идет повторение, допустим, материала по китайской философии во всех разделах, потому что они соответствуют новой типологии. Третий – это реализация межкультурного метода в третьем разделе. И четвертый раздел – это перспективы и проблемы развития. В них есть действительно очень интересные статьи. И я бы хотел немножко как бы сослаться на ряд высказываний Колесникова. Анатолий Сергеевич, который, к сожалению, не сможет принять участие в нашей дискуссии, но он готов будет прислать письменно свой взгляд на эту вещь. У него идет защита, пять человек, совет, поэтому они все должны сидеть, все выступают, все оппонируют, все решают. Значит, первое, что, безусловно, хотелось бы сказать, ну, допустим, мне, вот, что было близко, это вот из «Малы». Да, я согласен с Колесником, что уже есть более новые работы «Малы», где уже немножко другие акценты ставятся. Но между тем эта статья, она действительно очень важная для понимания концептуального. Несколько положений отмечу. Межкультурное философское мышление отвергает идею полной чистоты, минимальная универсальность философской рациональности. Мне здесь хотелось бы напомнить работу Пиамы Павловны Гайденко «Рациональность и научная рациональность», а не тождественность этих терминов. И поэтому, что и как мы будем двигаться в таком направлении. Философия в рамках определенных традиций, как термин появившийся, и что тогда. И замечательное разделение истинной традиций и истина в традиции. Вот чтобы это не путалось, как раз это очень важно. Ну, и, конечно, несколько смущают декларации, ну, например, о межкультурном глобальном либерализме, исключительная универсальность. Есть вот какие-то такие моменты, которые требуют прояснения. Ну, в целом уже по сравнению с тем, что поднимал Рауль Форне Беттанкур лет 7 назад, многое уже из деклараций превратилось в базовые исследования. И вот раздел, который связан с межкультурной философией, новый курс философии Вимера, он как бы уже отвечает на ряд этих вопросов. Хотя я опять же согласен с Колесников, он здесь пишет, что уже появились новые работы Вимера, и может быть даже в чем-то более обстоятельные. Немножко по разделу, который касается арабской традиции. Это Наталья Ефремова и Фроловой Евгения Антоновна. Значит, что мне хотелось бы сказать? Мне хотелось бы сказать, что, безусловно, очень фундаментально сделанные разделы, но вот этот особый взгляд. Вот, например, с моей точки зрения, уже сегодня можно четко ставить вопрос о том, что Ибн Сина не тождественен Авиценни. То есть так, как Авиценна понимается, как он исследуется в европейской традиции, и даже в арабской франкоязычной традиции, это далеко от того Ибн Сины, который есть. Я уже не говорю про Аль-Фараби. Аль-Фараби задал такой параметр дискуссии внутри из привнесения неоплатонизма и использованием псевдоплатоновских и псевдоаристотелевских работ как оригинальных работ. Это вот это движение, которое дошло до Ибн Хальдуна. Ну и, безусловно, венец этому делу Ибн Рушт. Ибн Рушт далек от Ави Ройса. Вот это парадокс Ибн Рушта, что Ибн Рушт знает и авероизм латинская Европа, но не знал арабский Восток. Так же, как Ибн Рушта знает мусульманский Восток, но никогда не знал европейский Запад. Вот эта вот особенность в понимании подходов, конечно, и с терминологией это тоже связано, но это и связано с особенностями культуры. Я понимаю, что вот как раз арабо-мусульманская культура, возникшая как кросс-культурное взаимодействие по Бахтину, как бы на перекрестке Эйлеровых кругов, она была, имеет и западное, и восточное лицо, это многие отмечали исследователи. Но хотелось бы сказать, что сегодня вот я столкнулся, может быть, немножко как бы опережая события, с удивительной работой, в которой был проведен анализ востребованности курса философии в арабских университетах. Был опрошен, более ста специалистов опрошены, и вы знаете, все против философии. Все. Общественность университетская. И у меня тогда был один вопрос к авторам проекта. А что вы им предлагали понимать под философией? И выясняется, что под философией понимается аналитическая философия. Вот философия понимается постмодернизм. Но вот этих корней, которых мы имели, о них вообще никто не говорит. Дело в том, что классическую философию арабо-мусульманскую прекратили давать с египетского возрождения практически в утром. Вы обратите внимание, что когда приезжают в Россию арабские студенты, которые закончили школу, они в лучшем случае знают одного альфа-раби. Они больше ничего не знают из своей культуры. То есть это говорит о том, что им философию даже в вузах практически не преподают родной. Вот этот момент становится очень важным. И по самой интеркультурности. Вот для меня интеркультурность означает восстановление памяти от неудобств навязывания определенной цивилизационной модели. Наверное, вот это главное. Вот у нас недавно обсуждал диссертацию по философии теологии освобождения и в очередной раз встал вопрос о доколумбовых цивилизациях. Об особенностях. Почему сегодня философия теологии освобождения, хотя этому движению-то уже там несколько десятков лет, тем не менее каждое новое поколение в новом аспекте все время поднимает вот эту критику европоцентризма в таком смысле и поднимает вопрос об особенностях. Вот был у нас такой бум латиноамериканского романа, потом вот теперь бум латиноамериканской философии. И в частности в этой работе, Мария Теграна, вам огромное спасибо, замечательная статья Рауля Форнета Бетанкура. Причем это очень интересный человек, который как бы кубинец, отец испанец, мать француженка, сам он гражданин Германии, работает в Ахине в Центре интеркультурной философии. Они в школу проводят интеркультурную философию. Это институт условно-культурологии в Ахине. Вот здесь интересны его традиции, связанные с пониманием именно проблемы интеркультурности в гносеологии. Вот они есть и в этой статье, я не буду это повторять. И в заключении хотел бы сказать, что, вы знаете, вот одна из немногих работ, в которых и введение, и заключение очень гармонизируют. Вот Мария Теграна сделала такой определенный гид, без раскрытия изюминок, введение, и в заключении подытожила на примере истории отечественной философии. И вот это действительно получается очень важным, потому что книга становится не просто академическим изданием и академическим исследованием, но она становится хорошим пособием и для студентов. Вот, наверное, я как бы свое время исчерпал. И хотел бы на этом... Вы даже еще имеете 3-4 минуты. А, ну, Мария Теграна, тогда несколько слов еще связанных с тем, что очень интересны. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать о замечательной статье Натальи Емельяновой «Смысл современности и модернизации на Востоке». Я хотел бы сказать о том, что мы как бы сегодня снова возвращаемся к тезису о кризисе современности. Вы помните, этот тезис был впервые как бы крупно поставлен Валерстайном в его работе... В его работе... Забыл, как работа называется. Она работа... Она издана была в начале 21... Нет, в начале 20-х годов, более 20 лет назад, на английском. Потом она была переведена на русский язык. Сейчас я название работы вспомню. Где он ставит вопрос о кризисе современности в смысле... А, конец знакомого мира. Конец знакомого мира в том смысле, что и мир изменился, и конец знакомого мира в том, что изменились инструменты описания этого мира. В этом смысле это кризис методологии. И вот как раз во время одной из бесед, которые у меня с ним были, вот он сказал, что мы забудем слово глобализация, точно так же, как когда-то мы гордились, что знаем слово девелоптализм. Помните, принцип развития был, девелопмент стадис. Вот теперь это глобализм проходит. И вот он предлагает новые варианты по пониманию того, что есть. Потому что я понимаю, что он как бы как неомарксист был, к сожалению, вот он ушел несколько лет назад, но он очень продуктивно относился к тому, что новый взгляд как раз будет связан с пониманием вот этой многополярности. А для нас в данном случае как бы мы исходим из того, что имея в виду для себя универсальные черты того, что мы называем философией, мы в каждой как бы традиции ищем эти основания и можем говорить о диалоге этих культур, как цивилизации, диалоге философских культур, я имею в виду. И вот в этом смысле статья Натальи представляется очень интересной. Манифест заново рожденной философии Жанна Артана Генри. Вы знаете, вот это... Я как бы поддерживаю Колеснику. Огромное спасибо и великолепно, что включили эту работу. Да, наверное, есть немножко своеобразное понимание колониализма в новую эпоху, Но, с другой стороны, вот эта множественность пересечения, она позволяет как бы понимать особенности космополитизма и трансграничной солидарности и форм философской практики и так далее. Кто делает как бы практику философии? Вот тогда все. Я свои три минуты использовал. Хотел бы обратить, ну, практически по каждой статье можно было бы сказать, потому что и по-китайски, и по-индийски, и по-индийски, и по-индийски, это очень замечательные авторы. Просто речь идет о том, что, конечно, можно предъявлять большие претензии в смысле нового материала и нового слова, но даже вот как бы модернизация тех материалов, которые уже были, даже знакомые материалы, они все равно дают нам новые акценты в понимании этой проблемы в целом. Спасибо. Спасибо большое, Нур Селикович. Спасибо. Ваши высказывания были еще особенно интересны мне, которая знает, заранее знала некоторые высказывания других авторов, вот они у вас разнятся, не совпадают. Но это говорит, что по-разному воспринимаются те или иные статьи, все зависит от частного личного восприятия, от вкусов и интересов читателя. Ну, в общем, поэтому это очень интересно. Спасибо большое. Так, Лепехов не пришел еще, да? Нет, ну, наверное, он на каком-нибудь заседании. Ну, я с не меньшим удовольствием, конечно, прошу взять слово Сергея Дмитриевича Серебряного, профессора, директора Института высших гуманитарных исследований имени Мелитинского в Российском государственном гуманитарном университете. Ну, Сергей Дмитриевич индолог по базовому образованию, наш очень давний друг. Сергея Дмитриевича я, например, знаю с его студенческих лет, когда они уже в Семенцовом еще были в Бенаресе, в университете. Ну, вот и с тех пор мы продолжаем дружбу и сотрудничество. Кроме того, очень важно, что он принимал активное участие во всех наших конференциях по сравнительной философии. Так что он в курсе дела. Так, прошу вас, пожалуйста, Сергей Дмитриевич. Спасибо, Мария Тигранна. Я хочу сказать, что для меня было некоторой неожиданностью, что меня включили в число докладчиков, то, что, в общем, я не вхожу в число авторов этой книги. Но тем более я имею право поздравить вас, Мария Тигранна, и всех остальных авторов. Опять вы пропали, нет? Нет, я здесь. Ну, хорошо. Я буду считать, что пока есть ваше имя тут у меня в углу, то, значит, вы, по крайней мере, меня слышите. Да, да. Я просто хочу... Я единственная, которая не выключается, но просто для того, чтобы... Мне все хочется услышать и знать. Понятно. В общем, я просто поздравляю всех авторов этой книги, и в первую очередь вас, Мария Тигранна. Я могу себе представить, какой это был труд составить такую книгу из двух десятков вообще статей. И, насколько я понимаю, это... Ну, у нас-то это, конечно, первая такая коллективная монография на данную тему. А не у нас... Я вот нашел только одну, вышедшую в Америке еще в 2014 году под названием «Что такое...» значит, межкультурная или интеркультурная философия под редакцией канадского философа, такого Уильяма Швита. Да, это очень хорошо, я его знаю. Да, да, да. Вот. И, кстати, очень интересная книжка. Там меньше авторов, но тоже вот она также построена. Там есть составитель, который написал предисловие и послесловие, и есть там дюжина авторов, которые каждый-каждый немножко в свою степь. Похожая немножко книжка, но у нас... Вообще, наверное, вот их всего и две, наверное, такие есть, коллективные монографии. Ну, Мириат Тигран это знает, но для меня также была большая... Есть большая честь, что я там тоже... Мое имя присутствует в этой книге в качестве рецензента. Я действительно был рецензентом и читал эту книгу на какой-то стадии еще не окончательной. Читал довольно внимательно. Должен признаться, я вот в конечном варианте еще не всю ее столь же внимательно прочитал, но с некоторым таким удовлетворенным тщеславием отметил, что некоторые мои критические замечания рецензента были учтены. Так что в каком-то смысле я тоже участвовал в создании этой книжки. И, Мириат Тигран, вот я хочу подхватить ваш вопрос и пожелание, что, конечно, работа в этом направлении, я надеюсь, будет продолжена. Эта вот книжка после вашей монографии, авторская монография это одно, а коллективная монография это уже другое, конечно. То есть это некоторая заявка на будущее тоже работы. И вот в этом смысле я хотел бы высказать некоторые свои пожелания на будущее. Ну вот в советское время говорили, что основной вопрос философии это что такое философия. В данном контексте можем сказать, что основной вопрос... Слышите меня, Мириат Тигран? А я здесь. Ага, ну хорошо. Все, все, слышим. Да-да. Значит, мы можем сказать, что основной вопрос вот межкультурной или интеркультурной философии это что такое межкультурная философия. Вот это заглавие той самой американской, канадской книжки. И вот в этой книжке этот вопрос как-то еще обсуждается в отдельных статьях, но было бы интересно исследовать вот сам феномен этот. Какое место вот эти самые работы по вот этой интеркультурной межкультурной философии занимают ну в таком что ли я боюсь сказать мировая философия. Я не знаю есть ли такая вещь как мировая философия. Но по крайней мере вот в таком университетском или академическом мире людей которые в разных странах занимаются философией. Что мне бросилось в глаза и что по-моему имеет смысл как-то исследовать и обдумать. Я боюсь как-то значит вы прозвучать неполиткорректно но мне кажется что в мировом контексте вот это самое направление оно довольно маргинально и не случайно оно довольно ограничено вот в своем распространении. То есть вот называют четыре фигуры таких вот основателя или самых главных фигур да. Значит вот если по старшинству брать то первый это уже покойный Ханс Киммерли немец дальше австриец Франс Мартин Виммер при всем моем уважении мне конечно очень интересные люди но это не философы первого ряда в мировом масштабе и называют еще две фигуры совсем экзотические это вот уже о котором шла речь Рауль Форнет Бетанкур такой кубино-немец или бог его знает кто он такой и значит индийско-немец то есть индийц прибившийся к германскому философскому миру но оставшийся во многом индийцем со всеми плюсами и минусами это вот этот Рамадгармаль и что интересно что публикации основные в этой области это по-немецки есть по-испански отсутствует если я не ошибаюсь но я не видел ни одной франкоязычной публикации вот во французском философском мире видимо это направление практически отсутствует не получило отзыва с англоязычным миром сложнее большинство англоязычных публикаций это переводы с немецкого часто довольно плохие переводы что отозвалось и вот в обсуждаемой нами книге к сожалению а когда вот англоязычные так сказать люди которые занимаются философии к этому подступаются то получается книга вот вроде этой американо-канадской которая на самом деле очень критично и недаром книга названа что такое антикультурная философия то есть вся книга посвящена вот исследованию откуда это взялось что это такое в какой мере это вообще возможно в каких смыслах обо всем этом надо говорить вот мне кажется что дальнейшие так сказать усилия наших авторов наших философов могли бы пойти и в эту сторону и вот например можно было бы как-то устроить даже обсуждение этой англо-канадской книги кстати вот в книге которую мы сегодня обсуждаем она даже по-моему ни разу не упоминается хотя это очень важный труд и характерно что вот это восприятие этой идеи межкультурной философии в англоязычном философском мире это очень своеобразное восприятие отличающиеся от восприятия в мире немецкоязычном и испаноязычном это мое одно такое соображение второе мне кажется и это собственно говоря вот и в этой книжке американо-канадской о которой я все время говорю среди вот этих самых основателей ключевых фигур вот этой межкультурной философии не было и как будто нет востоковедов востоковеды в основном подключились у нас и в этом смысле вот у этих четырех по крайней мере авторов у них довольно я бы сказал наивный подход вот к теме незападных философий но такой же подход в общем и у нас в основном практикуется я бы назвал его эссенциалистским но раньше это сказали бы что это так сказать вот реалистический подход в смысле средневекового различия реализма и номинализма то есть если есть слово философия то есть некая сущность которая так сказать где-то там существует вне времени ведь все рассуждения которые мне до сих пор приходилось читать о так сказать вот совместном таком синтетическом или как сказать философствовании которое бы учитывало и западное и восточное философии так называемые восточные философии там индийскую китайскую и так далее у меня всегда возникает вопрос и всегда это упирается в то что слишком вот эссенциалистски говорят о неевропейских философиях исходят из такого не не как сказать по умолчанию предположения что в неевропейских странах были и есть философии ну совершенно в том же европейском смысле в том же смысле в каком есть философии в Европе и на мой взгляд это большая проблема потому что вот насколько я знаю основные так сказать неевропейские то что мы сейчас называем китайской философии японской философии индийской философии ну арабская философия это немножко отдельно потому что она принадлежала к более-менее тому же миру это отдельный случай но вот случай с философиями совсем иных культурных миров ведь эти философии так сказать то что мы сейчас называем скажем индийско-китайская философия это реально так сказать представления эти сложились в 19-20 веке после и в результате знакомства с западной философией и сами авторы японские китайские индийские в меньшей степени они вполне это осознают и и в Японии и в Китае все это обсуждается в какой мере то что мы называем китайской философией или японской философией это философия в том же смысле в каком вот есть европейской или западной философии вот у нас у нас эту тему как-то не поднимали обычно и когда я как так сказать индолог по образованию пытался что-то об этом сказать ну как-то меня не воспринимали считали что я как-то что-то не то говорю что надо но мне кажется что вот в этом направлении тоже будет иметь смысл работать потому что иначе вот все рассуждения о том что философия должна преодолевать границы западного мира и учитывать так сказать мыслительный материал других культурных миров она вот упирается именно в это можно ли что с чем можно соединить если исходить из такой упрощенной схемы что здесь есть философия там есть философия то предполагается что конечно надо вот соединять здешнюю философию с тамошним философствованием и что-то из этого такое интересное получится но если исходить из сомнения а соединимо ли это вообще есть ли действительно возможность так сказать запрячь как это называется запрячь в одну телегу коня и трепетную лань вот возможно ли это 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 еще проблема которую имеет смысл продумать так ну чтобы не отнимать вас слишком много времени еще пару замечаний все-таки о книге мне очень жаль что статья Вимера все-таки осталась переведенной с очень плохого английского перевода все-таки может быть когда-нибудь не так уж не скоро будет второе издание этой книжки я думаю что она будет очень востребована и через какое-то время тоже издательство может сказать давайте мы переиздадим она хорошо расходится имеет успех так вот если и когда будет второе издание то прошу вас рассмотреть вот мое предложение перевести если если будет по-прежнему эта статья Вимера то перевести ее заново с немецкого хотя бы потому что Вимер наиболее академичный наиболее критический критичный из вот этой четверки основных фигур и кстати по-немецки его эта статья начинается с немецкого слова ваш вероятно и это такой камертонный звук всех его текстов в отличие там скажем от этого Рама Дормала или этого кубинца Бетанкура которые не столько философствуют сколько проповедуют а вот Вимер все-таки именно философ в европейском понимании даже он что-то если излагает он говорит варшайлих вероятно почему-то в английском переводе это варшайлих вообще пропало не знаю кто там переводил там все слова перепутаны по-моему переводил тот кто плохо знает немецкий и вот и в результате русский перевод оказался вообще по-моему неудобно понятным и уж если говорить о переводе то я считаю что вот статью Емельяновой смысл современности модернизации на востоке тоже хорошо было бы перевести на русский язык потому что ну вот она эта статья написана в духе нашей так называемой политологии которая есть продукт трансплантации англоязычной political science на нашу постсоветскую почву но там плохо работали филологи поэтому вот язык этой постсоветской политологии это такой полурусский полуанглийский и если не знать что вот слово современность это такой плохой перевод английского слова modernity то вообще по-моему можно не понять о чем идет речь статья явно что там modernity и модернизация вот это созвучно а современности и модернизация это опять непонятно что такое это какие-то сапоги в смятку ну вот ладно извините я так сказать остался в своей роли критического рецензента но на этом я пожалуй остановлюсь и еще раз скажу что я думаю что эта книга будет нуждаться то есть попросят ее переиздавать что она будет иметь успех потому что ну вот я придрался там к двум статьям но большинство статей блестящие по своему содержанию конечно может быть мне как эндологу особенно на меня сильное впечатление произвели китаистические и ипоновические статьи ну и одна одна эндологическая конечно Наталья Канаева это блестящая статья прокладывающая совершенно новые пути в эндологии даже в изучении Индии ну и я думаю что вот видно что у наших отечественных авторов большой потенциал дальнейших исследований в этой области и я думаю что эта книга первая но далеко не последняя вот в этой области извините что я долго может быть говорил спасибо большое спасибо большое потому что я уверена будут отклики на ваше выступление вообще вот очень очень здорово что вы так внимательно относитесь к чужим текстам я просто поразилась как вы первый раз читали ну просто во все въедались как говорится но это очень важно для авторов и для того чтобы мы все немножечко росли сверляли бы свои позиции да Наталья Николаевна что-то просит спасибо большое Наташа я просто хочу сказать большое спасибо Сергею Дмитриевичу за высокую оценку моей статьи но и напомнить что его заслуга там очень большая потому что благодаря его критике я нарыла новый материал и статья увеличилась практически в полтора раза по меньшей мере если не в два раза вот я думаю что у нас таких внимательных рецензентов в стране пожалуй раз-два я обчелся я просто кроме Сергея Дмитриевича больше никого не знаю кто так бы читал и давал конструктивную критику потому что критика бывает разная а у Сергея Дмитриевича она всегда конструктивная спасибо вам большое спасибо ну и слова слова благодарности можем авторы и говорить и в конце но все равно это хорошо что было сказано спасибо и я думаю что самое главное вот там недостатки которые есть они действительно требуют от нас больше размышлений некоторых ну может быть заключительном там не заключительном когда будет дискуссия я по некоторым вашим позициям свое мнение тоже выскажу спасибо так Анна Анатольевна вообще полагалось бы конечно если бы вот вежливость такая интеллигентность единственную женщину докладчика надо было вести впереди впереди но я подумала что Анна Анатольевна она еще немножко феминистка но только не в таком плохом смысле а в таком ну в хорошем я бы сказала в интеллигентном европейском смысле поэтому она может обидеться поэтому я не сделала этого Анна Анатольевна она заведующая кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ но вообще еще кроме всего прочего у нее очень широкий крольк интересов а наша работа она заинтересовалась даже до ее выхода потому что значит случайно не случайно но мы в одном дачном кооперативе и летом встречаемся и когда я ей стала рассказывать про нашу эту работу она очень заинтересовалась а я в свою очередь у меня такая задумковая потом с вами поделюсь с ней я уже отчасти делилась что возможно мы сделаем вместе вот с ней и с другими там университетскими но не только университетскими эту же тему будем разрабатывать но в несколько другом цивилизационном или географическом плане то есть включать ну это я потом скажу вот и Анна Анатольевна сразу не несмотря на что она еще кроме того замдекана так что в общем она очень занятый человек но очень откликнулась сразу сердечно заинтересован и поэтому я благодарю и прошу выступить пожалуйста Анна спасибо огромное Марина Сеграновна спасибо большое за приглашение потому что это действительно высокая честь тем более сразу после рецензентов и непосредственных участников замечательного проекта который вы ведете уже долгие годы но мы со своей стороны преподали к этим темам и приходили на конференции которые были в институте философии и делегации факультета участвовали в диалоге культур и конечно вот хотя создана кафедра которая так красиво и модно называется и связана с языком и коммуникациями непосредственно выходя на тему межкультурной философии если взять уж этот термин уж точно связь тут есть но конечно исходный интерес это история философии и то как надо ее преподавать особенно специалистам то есть людям которые профессионально занимаются философией может быть какой-то проблемой какой-то сферой или каким-то периодом или какой-то географической локацией но понятно что преподавание философии должно предполагать вот те проблемы которые стали титульными сравнительной философии и теперь вот в той сфере отчасти я бы сказала отчасти стали титульными в той сфере которая обозначается как интеркультурная философия или межкультурная философия и конечно здесь поле наверное отдельное для дискуссий который выходит за рамки замечательного проекта книги просто вначале мне хотелось бы всех нас поздравить с выходом этого издания по крайней мере на этом этапе завершением большой работы выстроенный который действительно показывает концепции который показывает концепции в их проблематизированном виде и вот мне бы хотелось каких-то вещей коснуться и дает конечно я бы сказала необыкновенное расширение горизонтов материалов которые исследованы уже в том числе и с использованием этой методологии с пониманием вот таким образом стоящих проблем и большое спасибо Нору Сериковичу вот сегодня уже прозвучал такой обзор построения структуры и анализа ну фактически большинства статей в их логике представления в книге ну Нору Сериковичу затронул и целый ряд проблем к которым мне тоже хотелось вернуться имея в виду вот вот эту задачу обсуждения того а как и что преподавать потому что глубокие исследования и исследования которые у многих занимают фактически всю жизнь особенно того что касается восточной философии то есть для нас ну никуда не деться во многом экзотичной все равно ставят вопрос о том а насколько даже в рамках специальной подготовки насколько мы все это успеем по крайней мере обозначить насколько у нас получится показать философское разнообразие и вот здесь ну возвращаясь к структуре книги конечно очень важна первая часть и первый раздел и завершающий раздел то есть там где дается концепция и обсуждается персектива и современное состояние интеркультурной философии и здесь наверное речь идет не только о том стоит ли например согласиться с высказанной такой потажной в общем-то мыслью Джонатаны Генри по поводу того что сравнительная философия уже перестала быть отраслью философии а скорее обозначает вот в своем движении выведенное в названии движение к межкультурной философии мне кстати очень понравилось что использован этот термин они и интеркультурная философия вот о чем как раз говорили по поводу этих четырех вводивших этот термин товарищей присутствующих в этом сборнике вот насколько межкультурная философия это действительно этап существования философии философия которая заново рождается и в таком манифестном ключе мы знаем что вообще так называемые современные философии особенно если брать философию второй половины 20 века и до сих пор вообще манифестов очень немного очень немного школ даже если мы берем европейскую философию мы выделяем там направление но школ как таковых нет то есть в этом плане сама традиция претерпевает существенное изменение точно так же как претерпевает изменение и центральный этапный вопрос который легко преподносится в том числе и дидактически когда мы говорим о классической философии то есть вот этап вот основной вопрос вот разные позиции и философские споры но конечно в современной философии которая наверное первой и вне рассуждений даже 21 века поставила вопрос о том а насколько философия остается философией оказавшись современной а насколько она подхватывает там те или иные национальные традиции и терминологии с помощью которой мы эти процессы можем описать они всегда вызывали сомнения в каком-то смысле новый модный термин который как раз в манифесте используется то есть постколониальное философствование неколониальное использование разума и самое любопытное что разговор действительно очень специфичный который предложен автору манифеста он доводит дело и до конкретных методов то есть того какие размышления какие исследования какой формы мыслительной эксперименты могут быть вот в этом новом поле философствования но они затрагивают конечно в каком-то смысле попытку переоценить вот те базовые понятия которые продолжают работать в рамках той или иной национальной традиции и состояние в котором находится сейчас исследование может быть не историко-философские в первую очередь а проблемные так называемые исследования философии и преподавание философии специализированное оно оказывается ну вот в некотором таком тупике потому что тот или иной вариант колониального мышления или философии колонизатора он продолжает доминировать и это влияет не только на нашу отечественную мысль но посмотрите на европейскую философию мы обнаруживаем что там те же французы которыми вроде не занимаются проблемами интеркультурализма тем не менее потихоньку воспринимают терминологию аналитиков и применяют ее историко-философски то есть у нас представители классической философии оказываются приверженцами направления решений которые были сформулированы в аналитической философии ну буквально там лет 10-15 назад и вот такое вот общий общее обсуждение такого рода проблем как мне кажется существенно для реакции на то что собрано в этой книге и особенно приятно и на самом деле очень вдохновляющим оказалось заключение Мариата Тигранна посвященной русской философии потому что я вспоминаю одно из пленарных заседаний с нашим российским выступлением на философском конгрессе в Бостоне где прозвучало такое заявление что русский язык он не философский и реакция своеобразной встал товарищ представляющий одну из африканских стран и сказал вы знаете вот у нас такая же такая же проблема такая же проблема то есть вот поэтому вот такое очень бережное отношение к терминологии с помощью которой мы описываем общее частное специфическое локальное или общее и универсальное в каком-то смысле я бы добавила вот к проекту рассказывал Мурсерикович идея идея философии быть целый ряд людей нельзя покупать так как мы как принято и не только это относится к востоку на сегодняшний день это относится к европейской философии и вообще-то это относится во многом и к русской философии то есть начиная с того какой оказалась русская философия там сто лет назад и и какой и чем она остается сейчас ну например в сознании представителей разных национальных философских традиций и и и разных доктринальных интересов поэтому конечно вот то что наверное философия оказывается главным пунктом и главным предметом в том числе и для не специализирующихся где должны возникать разные способы мышления обсуждения и представления тем вот не случайно может быть это хорошо и это важно и может быть элементом ну как каких-то дальнейших таких вот фокусных исследований мы должны сказать о вот этом аспекте перформативности философской мысли как мы ее представляем как мы о ней говорим насколько мы можем и организационно обеспечить вот эту новую форму диалога который становится полилогом и мне хотелось обратить внимание ну заканчивая и так чтобы уложиться во время сказать о том что конечно сейчас интерес молодых исследователей в том числе и зарубежных наших иностранных аспирантов к темам которые являются вот такими ну раньше мы бы сказали там кросс-культурными сегодня мы бы наверное сказали как раз о межкультурной философии о сравнительном аспекте очень велик то есть вот только за последние там 3-5 лет ну потому что в разном состоянии эти исследования находятся защищена и работа нашей российской аспирантки по изучению постмодернистских идей в современной китайской философии но приезжают аспиранты китайцы и берут в качестве темы того как работают классические идеи китайской философии в современной мысли насколько они вот сразу по нескольким аспектам и востребованы и влиятельны может быть не на уровне осознанного их использования интеграции а сколько вот на уровне вот такого такого инкорпорирования проблемы и это и ну конечно одна из последних тем которые мы утверждали это идеи суньцзы как бы это это очевидно сегодня но это идеи даосизма и конфуцианства и вот другое смещение в том числе и в отношении исторических срезов это то как воспринимается гендерная философия в современной китайской мысли и я тут на этом надеюсь завершу выступление тем более Мария Тигран сослалась на интерес к философии феминизма и гендерных исследований это то как воспринимается гендерная философия в современном Китае а воспринимается она за большим интересом и таким нескрываемым исследовательским погружением потому что не случайно на философском конгрессе в Китае слово для пленарного доклада дали Джудит Батлер в этом плане огромное спасибо еще раз за я думаю ну такую долгую будущую историю обсуждения всех материалов этой замечательной книги так что спасибо вам большое ну может быть удалось что-то что-то сформулировать так большое спасибо Анна Анатольевна ну я как я и говорила я не ожидала что вы так лестно нас скажете но я ожидала и очень рада что вы откликнулись на мои ожидания в плане того что мы можем сотрудничать в том разрезе который мне кажется было бы интересным нам продолжить исследование а именно если в нашем этом труде мы все-таки в основном давали восприятие восточными философами западной философии то хорошо было бы показать что есть и обратная сторона она действительно есть но вот как это сделать умело и хорошо это могут конечно прежде всего востоковеды вот но надо это делать конечно востоковедам обязательно в союзе с теми кто знает западную философию для того чтобы это все было сделано качественно так что вот подумаем в будущем что если мои коллеги с этим согласятся то наверное кто-то возьмется и будет готовить такую работу спасибо что слово взял Николай Иванович или не взял но готов по крайней мере Николай Иванович это наш ближайший коллега из института международных отношений хотя там у нас и были и Панфилова Таня была всегда кстати она часто выступала рецензентами наших работ она у нас докторскую стажировалась ну конечно сам шестопал Алексей с нами всегда был близок принимала активное участие в наших конференциях ну и надо сказать что основатели этой кафедры философии такие как Юрий Александрович Замошкин как Шишкин это все близкие коллеги но Николай Иванович еще играет особую роль и играл так же кстати как и Сергей Дмитриевич в успехах наших межкультурных конференциях потому что он на себя брал большую работу по переводу потому что такой квалифицированный перевод как давал он и Сергей Дмитриевич в общем никаким приглашенным переводчиком реализовать было невозможно так что большое спасибо Коля что нашел время хотя я знаю что у тебя сегодня занятие с аспирантами в школе Гайдар или как она называется да что-то вроде этого вот ну пожалуйста слово тебе да спасибо большое Николай Иванович да Николай Иванович Бирюков заслушался ну первый пункт моя лекция в институте Гайдара это не школы институт и это лекция для аспирантов это не учебное заведение она просто в силу перемен расписания перенеслась на завтра так что сегодня это абсолютно ничего не против первое второе я вообще не прав слово а просто откомментировал то что мир несовершенен и поэтому сбои введения конференции это нормальная часть мироздания и по этому поводу особо комплексовать не стоит и уж точно хотел бы возразить против вашего намерения отказаться от введения наших конференций но извините все я сейчас включаю свой таймер чтобы чтобы не говорить слишком долго вчера к вечеру я вдруг подумал а как бы я назвал свои тезисы к этому выступлению если бы от меня потребовали их как-то назвать и придумал такое название межкультурная философия вызов и окно возможностей и вот собственно этой теме я и хочу свое короткое выступление посвятить должен извиниться перед коллегами за то что начну с банальностей которые все и без меня конечно знают я постараюсь их свести к минимуму а если я все таки произношу то только для того чтобы не утратить некоторую связность своего выступления и заключаются те банальности в том что философия она знаете ли принципиально плюралистично я понимаю что мы можем говорить об английской физической школе там я даже не знаю о копенгагенской школе квантовой механики но никто же не говорит о копенгагенской квантовой механике почему да просто потому что вообще-то наука по идее по крайней мере стремится дать картину объективной действительности а философия и это мое глубокое убеждение она конечно не имеет никакого права игнорировать достижения науки и наше знание об объективной действительности но есть еще другая задача сформулировать свое отношение к этой объективной действительности вот если мы формулируем ну не просто пересказываем что мы знаем о мире а формулируем свое отношение как познавательное так и ценностное то оказывается что мы лишаемся вот того той опоры которая есть у науки ученые они конечно верят в объективную действительность и в познании этой объективной действительности а философия она просто не может даже если захочет исключить субъективное измерение это просто философия тогда перестанет быть сама собой а это значит что ну я бы так это формулирую что в философии нет ни одной собственно философской проблемы включая кстати предмет философии что такое философия тоже философская проблема в которой был бы вот этот самый всеобщее согласие концепцию которого когда-то критиковал Локк когда речь была о врожденных идеях его нет и оно не нужно потому что мы правда хотим чтобы у нас была вот такая у всех однозначное решение о том что такое жизнь как надо жить в чем смысл жизни и так далее и так далее и западная философия в традиции которой я и думаю подавляющее большинство всех присутствующих выросли несмотря на то что их специализация могла занести их куда-то еще она сама по себе достаточно плюралистична но когда мы обращаем внимание на другие философские традиции которые имели самостоятельное происхождение там ведь что там не просто добавляется еще десяток новых решений тех философских вопросов которые мы ставим в разной в своей традиции там появляются новые вопросы которые может быть в нашей традиции не возникли и мы их разумеется не вполне понимаем и не вполне знаем как я вот очень приветствую тех авторов которые читают лекции о том как не надо там читать или интерпретировать китайскую арабскую или индийскую философию разумеется но всякое начало по пути начинается вообще с того чтобы ее прочесть эту самую китайскую или индийскую философию я сильно подозреваю но по крайней мере на собственном опыте что когда я начинаю читать я там точно неправильно все понимаю но альтернатива вообще не читать вроде как не должна рассматриваться в рамках философии конечно мы поначалу будем понимать не вполне адекватно это как мне кажется достаточно естественно и потому что у каждого есть своя вот эта пещера в которой есть свои идолы ну и по ряду других причин и вот мне всегда казалось что проект сравнительной философии это была великолепная идея проанализировать другие философские традиции сравнить их между собой но эта идея она ну как сказать это первый шаг ну сравнили выяснили специалисты нам подскажут какие мы все-таки олухи потому что плохо понимаем смысл слова дау или какой-нибудь еще смысл санскритского термина можем этим проникнуться это решаемая проблема и она непростая когда звучат в том числе и в философской среде высказывания что другие культурные традиции но они как бы принципиально не понимаем я думаю что в этом высказывании есть свой резон если мы оглядываемся назад поначалу конечно не понимаем но в перспективе все-таки желательно разобраться там я не знаю умом Россию не понять но в итоге надо напрячься все-таки научиться понимать а не просто сказать ну раз ее умом не понять там и понимать тогда нечего бог с ней не будем ее вообще рассматривать и вот на нашей кафедре где-то последний четверть века возникла такая почти стихийно отчасти конечно под влиянием администрации института идея что надо бы нам заняться проблемами межкультурной коммуникации мы на эту тему проводим все время секции когда проводятся такие международные конференции у нас они конечно обязательно обозначаются экзотическим термином конвенты российская ассоциация международных исследований на каждом из них возникает секция межкультурной коммуникации и там мне доводилось обращать внимание участников этих мероприятий что непонимание это тоже бывает разным и я вот обратил внимание что она не всегда субстантивна то есть вы знаете ну вот ну люди просто пока не могут понять иногда кажется что непонимание это демонстративное намерение то есть хотят показать что у вас там и понимать собственно говоря нечего я думаю что это совершенно неправильная установка хотя проанализировать ее причины и функции конечно можно я просто не буду этого здесь сейчас делать ну не вижу в этом большого смысла хочу перейти к следующему как бы разделу этого своего выступления и коснуться местной философии в современной культуре конечно в основном я буду говорить о современной русской культуре может быть я где-то что-нибудь ляпну если пойдет речь о культурах Востока потому что я никогда в жизни не бывал ни в Китае ни в Индии и мне отсюда извините очень трудно об этом судить если в Европе я еще там ездил но у меня сложилось впечатление что философия сейчас из культурного мейнстрима ушла бывали времена когда философия оказывалась вот то что называется на первом плане ну помните там конец периода высокой классики и начало периода эллинизма где там в доме в домах которые себе могли это позволить бюсты философов обычно стояли вот сейчас философы не очень слышны и не очень востребованы я не собираюсь на это ни в коем случае жаловаться я думаю что во-первых отчасти это связано с тем что мы погрузились в свои собственные скажем так внутренние проблемы и в этом есть тоже свой резон не буду тут сейчас заниматься спекуляциями кто-то мог уходить в философию просто потому как люди уходят в башню слоновой кости знаете вот такой собственной собственной персональной разновидности скопизма но есть ведь и внутренние проблемы которые требуют скрупулезного детального анализа который совершенно не обязательно должен быть интересен непрофессионал и выполнять эту работу надо могу провести параллель вот с тем что Томас Кун писал о периоде так называемой нормальной науки когда делается множество рутинной работы но она она может не потрясает никого но она чрезвычайно нужна и вот мы мне представляется долго находились в этом периоде иногда мы сетовали вот никому философы не интересно более того нам говорили ребята где там ваша критика чистого разума или что-нибудь еще такое чтобы всех потрясло ну мы пожимали плечами могли сказать что да я вот написал только вы ее не читали ну так и зачем писал тогда возникает вопрос ну я думаю что это просто этап вот мы сейчас находимся на пороге этапа когда философия имеет шанс и на мой взгляд обязана вернуться в культурный мейнстрим и переход от философии сравнительной к философии межкультурной создает вот здесь то что я называю окном возможностей мы все видим что мир оказался в такой ну мягко говоря критичной фазе где где надо вообще понять что мы такое чего мы хотим потому что старые ответы на эти вопросы во первых оказались не для всех приемлемыми более того я бы сказал что такая методика решения этих проблем которая по большому счету заключалась в доминировании одной культурной традиции и то что я хотел бы сейчас немножко обидно назвать в навязывании такого единомыслия единомыслия вообще мне кажется предмету философии в принципе противопоказано потому что она решительно сужает поле возможностей даже не только философов а людей вообще и вот переход от сравнительной философии который я все-таки считаю подготовительным этапом к межкультурной философии к самой межкультурной философии он должен мне кажется я не могу ручаться за то что мы с этим вызовом справимся но он по идее должен давать новые ответы потому что сейчас это волнует всех и как говорится если не мы то кто иногда говорят но мы же и не понимаем друг друга но во первых я бы здесь хотел откомментировать что все-таки члены философского сообщества это не самые бестолковые представители рода человеческого может быть мы в чем-то и заблуждаемся на начальном этапе но при систематической работе мы могли бы эти заблуждения преодолеть и вот как раз межкультурная философия которая Сергей Дмитриевич задал вопрос а вот вообще-то коня и лань в одну телегу впрячь можно ну если речь идет о телеге может быть и нет но мы уже давно прошли тот этап технологического развития когда мы ездили на телегах у нас есть новые теперь возможности и я ну не знаю я надеюсь не могу сказать что я убежден но я надеюсь что принципиальный синтез возможен а синтез вовсе не заключается в том чтобы ввести вот это единомыслие и единообразие давайте мы там я не знаю шанкару переведем на язык синтеза Парменидес Беркли что-нибудь в этом роде что может быть для начала кому-то и понятно но по большому счету будет как-то странно и смешно но вот этот синтез как не должен заключаться в том что должен вырабатываться новый философский язык да философские языки возникали в рамках специальных культурных традиций но мы же знаем что эти языковые формы они как бы мигрировали в другие культуры они усваивались другими культурами и будет гораздо лучше если мы попытаемся этот процесс начать осуществлять самостоятельно ну вот собственно то что я хотел сказать мне там осталось 26 23 секунды до конца моих 15 минут и я хочу в заключении выразить глубокую благодарность за то что меня вообще на это замечательное мероприятие позвали спасибо большое тиграно у вас микрофон выключен старалась так я перестаралась и вообще себя выключила значит я говорю спасибо большое мне больше все понравилось задел вернее вот какие-то болевые точки это тезис о том что единомыслие опасно вот единомыслие опасно не нужен это единообразное мышление оно действительно всегда опасно и вредно и вот тот плюрализм о котором вы говорили это наверное даже действительно должен быть такой целью вот важно что надо делать сравнительной философии как бы один из первых шагов но вот надо продолжать делать шаги это важно и поэтому когда мы говорим о межкультурной философии трудно сказать какое что ей в конце концов удастся достигнуть но это не значит что остановка должна быть и понимание взаимное из-за отличия языков невозможно вот нужно конечно максимально стремиться к этому но не быть слишком самоуверенным что каждый раз когда нам кажется что мы уже вот наконец все поняли что это действительно конечная понимание сожалею что Анатолий Сергеевич судя по всему не пришел но он очень просил довести до вас его основные в общем идеи но я фактически взяла все что можно уместить в это время взяла сделала пять страничек и постараюсь вам сейчас их зачитать значит Анатолий Сергеевич Колесников который является профессором кафедры истории философии Санкт-Петербургского государственного университета и директором центра философской компартивистики в этом университете ну очень многим его работы известны потому что он действительно писал в этом плане и публиковал достаточно много всего и активно это началось по-моему где-то лет 20-30 тому назад и продолжается по сей день первое значит зачитаю первое что я хотел бы отметить это организованное обсуждение монографии с широким кругом участников если мы хотим чтобы это направление развивалось то следует его не только пропагандировать но и развивать в совместных дискуссиях и публикациях три статьи монографии и этот выпуск под редакцией Мрит Тигран и конституируют идею конституруют конституируют ее основательности направления межкультурных исследований философии основные параметры этого направления уже раскрыты целым рядом авторов и подытожила их Мрит Тигранова для русскоязычных читателей замечание ссылку мало и на Хайдегера от автологии греческой философии и западной философии стоило бы добавить к этой ссылке стоило бы добавить утверждение Хайдегера что длительное общение с греками и западной философией это подготовка к диалогу с восточной мыслью при этом неизбежный диалог с восточноазиатским миром может сыграть восстановление от преднамеренно технологического нигилизма кульминации которого стала западная история метафизики он это дает из работы Хайдегера Гегель и греки и также дает страницы в связи с этим по продлению метафизики Мартина Хайдегера время и бытие так получилось что тексты монографии скорректировали по полезности это он имеет ввиду мою монографию тогда об этом сейчас не будем но это ясно что было моя монография была структура дана была по полезности по практически чтобы было ясно что из межкультурной философии можно что-то такое то что считается необходимым в современном прагматичном таком и упрощенном понимании философии что понимается под философией дальше он говорит о том что представленные работы от Гармала и Франца Уинера уже история есть у них и более поздние работы и приводит работа МАЛа 2016 года кстати ту работу которую я не упоминаю в своей статье в начале но зато она у нас перевод ее именно ее который упоминает Сергей Анатольевич у нас дан в первом разделе стоило бы поднять проблему перевода пишет он она поднята многократно я отвечаю в трудах Псху и Париба которые являются авторами нашей работы но кроме того она подняется поднимается Андреем Вадимовичем Смирновым Тауфиком Ибрагимом и многими другими но другое дело что может быть Сергей Анатольевич в этом прав Анатолий Сергеевич что это нужно делать чаще и глубже копать всегда дальше он пишет всегда существует открытая возможность множественных выражений это основа нашей практики перевода одной культуры в другую более пристанный взгляд на историю идей с точки зрения межкультурной перспективы ясно показывает что практика перевода скорее предшествует межкультурной философии Маус считает что от двух фикций полной переводимости и измеримости с одной стороны или прадикальной непереводимости и несоизмеримости между культурами с другой следует отказаться в пользу метанимического тезиса о динамически перекрывающихся структур требуется умопеременам что касается вимера то есть его обстоятельные работы и тут он приводит эту работу 2002 года ну надо сказать что это сборник его высказаний и мы давали статью которая была включена в это но правда давали ее ранний вариант полагая что надо указать ранний и как было уже сказано перевод был неудачный сделан на английский ну и мы свое видимо добавили дальше да надо сказать что есть кто-то кто знает Анатолия Сергеевича знает что он человек очень много читающий и относящийся с большим уважением и даже с пристрастием к библиографии он любит чтобы списки были фундаментальны и в этом есть основания потому что это действительно может помочь читателю как бы пойти дальше того что он читает и продолжить это чтение вот он считает например что в общую заключительную библиографию надо включать побольше трудов даже те которые не цитируются в опусе или в статье ну в издательстве требования другие мы следовали по установкам издательства наука что надо приводить в конечную библиографию заключительную только то что цитировалось авторами дальше докладчик то есть сейчас минуточку дальше Анатолий Сергеевич дает некоторые замечания практически по всем статьям Станислав Рыков дает обзор межкультурного философства в древнем Китае дает различные инклюзивистские типы философств взгляд интересный мне не хватало сравнения с подобными исследованиями зарубежных авторов и самих китайцев Наталья Ефремова фальсовав контуры межкультурного диалога хорошая краткая история арабской философии древности но тут я должна к сожалению уточнить это же не древность а речь идет о средневековой философии арабского мира есть Носкинзон зарубежных исследователей но ему кажется что я тезис буквально его зачитываю вообще дело с историей мусульманской философии плохо нет работ после фахри маджи хистри в колобе корбина и другие ну я не могу сказать что совсем уж плохо потому что статьи по арабской философии я уже не говорю специальных которые есть во всех странах зарубежных и арабских но на европейских языках на английском на французском на немецком по крайней мере такие журналы с удовольствием печатают и много печатают более того сейчас кроме арабской философии это очень важно появляется много работ по иранской философии а иранская философия занимает все-таки очень серьезное место в мусульманном философии мусульманского мира кроме того если говорить о современной арабской арабо-мусульманской философии много работ сейчас публикуется сектором исламской философии нашего института в главе с Андреем Владимировичем Смирнов там целая серия идет спасибо что есть иранское издательство которое помогает в этом смысле о статье Натальи Канаевой не вызывает вопросов статья Натальи Канаевой история рецепции западной философии в Индии 19-х написана обстоятельно и раскрыты все поиски языка межкультурного диалога ну не знаю все но во всяком случае много и как видим сегодня из обсуждения все практически вот высказывались считали нужным особенно отметить статью Натальи Канаевой Натальи Николаевны Виктория Георгиевна Лысенко перспектива постполониальных исследований межкультурной философии уже третий повтор ее опубликованы ранее работы 2017 года ну я считаю что в этом нет ничего плохого если есть что-то заслуживающее критики то эта критика должна идти в мой адрес потому что я просила часть авторов дать статьи которые считала из их запаса наиболее удачными интересными и мне казалось ну каждый год не напишешь серьезную большую статью поэтому если что-то сделано несколько лет ранее то можно вполне и даже нужно включать коллективный труд во всяком случае в институте философии эта практика существует когда первая выходила эта статья и обязательно просим еще ее отредактировать и запол дополнить что и было сделано Викторией Георгиевной Влада Белимова германевтика и фенология как предпосылки межкультурной философии на Западе оригинальный подход с насыщенным использованием работы на язычных авторов по данной проблеме ну в общем это положительная оценка очень важна потому что Влада только недавно защитилась и для нее эта тематика это ее тематикой диссертационной работы и то что у нее уже первые статьи которые она издает вызывает положительную оценку говорит о том что она очень перспективный молодой человек мы ее поздравляем Пурушота Мобили море все интересно далеко от моих увлечений это далеко от увлечений Анатолия Сергеевича но я так понимаю что это довольно близко может быть другим вот например я уже получила письменное такое подтверждение моих надежд на этот по этому поводу от Павла Тищенко который занимается в нашем институте проблемами этики в разных аспектах в общем и не только этики смерти жизни и так далее вот ему как раз такие работы очень интересны Елена Скворцова японский мыслитель 20 века в поисках взаимодействия восточной и западной парадигмы дальше он перечисляет всех философов которыми занимается Скворцов в своей статье но как всегда ему недостаточно поэтому он говорит можно было бы вспомнить здесь об учениках Хайдегера японских мыслителей которые тоже внесли свою лепту в решение проблем межкультурной философии и дает большой перечень этих авторов Бианка Ботева Рихтер из Вены но она болгарка по происхождению правоотсуде интересно но уже читал но он имеет ввиду что эта статья в переводе была опубликована в петербургском журнале Мария Рубец гносеологические теории Джан Дон Суни как пример межкультурного метода философства дана история терминов использована работа Яна Рошкер доказательно все описано ну прекрасно Олег Кочаров подходы современных китайских философов к межкультурной философии три методологические концепции стратегии конструктивного вовлечения Бо Моу стратегии отстранения Винсента Шейни концепция гей госпожи Малинь и Ян ван а нет простите концепция гей и Малинь и Ян ван Бракали интересно многое знакомо Памбо а вот с другими интересно и познавателен дана вся история Евгения Фролова современная арабская философия поиски собственного пути развития уже читал ранее в геомонографии и использовал в своей работе ну тут я должна сказать то что он читал это просто говорит о том что он вообще знаком со всей литературой компаративного характера независимо от региона и просто говорит о широком кругозоре самого Колесникова вот а что мы ее используем в этой книге это тоже по моему настоянию но Евгения Антоновна как вы знаете ей уже около 95 лет проблемы со зрением поэтому с ее согласия я в общем использовала материалы которые были в ее монографии чтобы собрать их в каком-то другой такой структуре но чтобы подать их в наши книги Наталья Мильянова а нет дальше Рауль Форнер Бетанку современный мир как вызов для вежкультурной философии читал философскую полилогию а также его журнал то есть в финансовском полилогии это журнал Санкт-Петербургской но Форнер Бетанку у него есть еще свой журнал надо сказать что Анатолий Сергеевич Колесников он знает очень хорошо испанский и вообще латиноамериканская философия ему хорошо известный и личный философий и можно сказать что интерес к сравнительной вежкультурной философии спровоцирован я так понимаю вот этими тесными его контактами с латиноамериканской философией Любовь Карела в формировании особенностей межкультурной парадиги в истории японской мысли четко и мало но интересно новое без гитара так Рузана Псху Андрей Паребов кстати сожалею что их нет сегодня с нами ведущий философские традиции Евразии лингово-культурный подход новый подход к истории философии изучение лингвистических особенностей конкретного философского языка в скобках санскрит латынь древнегреческий арабский китайский тамильский новоевропейский русский и другие языки культурные реалии и их возможное влияние на выстраивая в то или иное философском учении картину мира ситуативная герменевтика позитивно нормативно оба авторы молодцы ну вот как в ваших выступлениях отмечалась необходимость дополнения и развития межкультурной философии на базе развития ленго-культурного подхода и вообще значимость авторских значимость языков иностранных но к счастью и Рузан и Андрей это люди которые владеют вот всем набором языков которые они перечислили может быть еще и больше Джонардо Ганери Джонардон Ганери манифест занаврождаемой философии просто великолепно что его включили в монографию правда абстрактное представление о колониализме в эту новую эпоху каждая философия идентичности гибридна и динамична она пересекает множество географических и временных мест преодолевая каждое и снова возвращаясь к росскультурной философии философии фьюжн являются лишь частным случаем проекта нового зарождения как есть например межкультурный перевод но новое зарождение философии не обязательно требует кросскультурности дальше космополитизм трансграничная солидарность формы философской практики могут направляться разумом даже при отсутствии четко обозначенных общих оснований общие основания при этом подразумеваются но не являются эксплицитными что делает практику философской это использование присущих человеку способности для поиска ориентации в пространстве аргументов то есть перехода от недоумения или или сам шага к ясности или нирване эта ориентация может осуществляться либо посредством аргументационного компаса который позволяет действовать шаг за шагом привлекая человеческую силу дедуктивного маневрирования и способности к проектной экстраполяции или же форме концептуальной карты которая задействует воображение и позволяет составить осмотр местности определяя место человека на ней эта концепция философии воплощает в себе тип флюористического реализма чего нет например синология в Бразилии конечно стоит анализ и русский ориентализм есть перевод русский ориентализм в Азии в сознании россиян Петровили Великого до эмиграции но там приводится немецкое название и другие собрания мало сказано о методологии международных исследований а жаль мне кажется что в этом главное при продвижении межкультурной философии сейчас зарубежных журналах очень много об этом говорят есть еще много сравнений с востоком таких авторов как Виткинштейн и Дорида ну это мы конечно знаем вот и как раз вот в той возможной книге о которой я говорила в связи с выступлением Анны Анатомины вот наверное тогда будем обращаться и к таким акторам которые упоминает Антон Сергеевич и в заключении требуется для реализации новые истории философии новые учебные планы новые кафедры новая методология исследования необходимое изучение этой проблеми на материале Африки философии Юга и философии Севера и конечно привлечения новых авторов ну так называется максимальная обширная программа которая нам предлагается и с которой мы конечно соглашаемся и будем стараться в этом направлении продвигаться и так совершенно потрясающе мы с вами уложились в те два часа которые но это надо сказать что докладчики я вообще впервые встречаюсь с такими дисциплинированными докладчиками или я такая суровая что их напугало или они просто такие удивительно вежливые интеллигентные люди и поэтому уложились во время спасибо вам большое за это давайте теперь сделаем так хотелось бы чтобы высказались все кто хочет высказаться но особенно мне кажется хотелось бы услышать авторов нашего труда и еще если есть что-то сказать нашим трем участницам этого круглого стола из Таджикистана Дагестана Казахстан я вижу она не пришла у нее занятия она мне сообщила что наверное она не сможет прийти ну вот здесь и Монзифа здесь и Гульчах разъех если они смотрю по чату реагируют если они захотят что-то сказать то тоже они кстати говоря руководители кафедр философии по связанным с диалогом культур вот мы на этой почве с ними сотрудничали когда готовили проект по учебникам для 9 и 10 класса связанным с диалогом культур так Наталья Николаевна значит Наталья Николаевна она и кончила наш университет вот занималась индийской философией затем защитила диссертацию уже по социологии в университете и сейчас потом долгие горды возглавляла была зам декана философского факультета Гаугана декан у нас лекторский академик вот а сейчас она получила продвижение является одним из проректоров по моему первым что ли да или как вы называетесь Наташа не первая да проректор по стратегическим коммуникациям все что связано с информационной политикой ну пожалуйста это не так важно хотя с другой стороны информационная политика и коммуникации межкультурные конечно в определенной степени взаимосвязаны если говорить о прикладных аспектах Мария Тегровна я в большей степени конечно хотела выразить огромную благодарность за то что пригласили меня получается уже наверное два года назад я помню было первое обсуждение зимой принять участие с докладом и тогда я конечно не думала о том что эти такие первые какие-то ну с моей стороны даже робкие шаги потом выльются вот в такое значимое начинание и будет коллективно монография издана и что мы будем так это все обсуждать сегодня достаточно основательно и предметно для меня все это было очень полезно просто в силу того что я получила разные отклики но они мне помогли и над по работе над текстом потому что текст был значительно где-то на одну треть доработан вообще я считаю что разные отклики это хорошо потому что это говорит о том что ну в общем-то работа она оказалась текстом который вызвал определенный интерес вот поэтому это вот что касается персональных моментов и совершенно очевидно что вот в этом направлении я буду дальше развиваться потому что я полагаю что политико-философские основания коммуникации они без сомнения должны свое отдельное место иметь и в учебных планах как сегодня тоже было обозначено и собственно в какой-то степени это происходит и это давно происходит как раз в государственном академическом университете гуманитарных наук благодаря деятельности Мред Тиграна Степаня я бы хотела отметить потому что Мред Тиграна с 94-го года ведь возглавляет еще отдельный кафедру кафедру философской и политической мысли Востока на философском факультете Галман и это позволяет из года в год готовить и философов и политологов которые собственно занимаются такой сравнительно сравнительной методологией различных значимых направлений философии восточной философии сравнивают вот и здесь я могу только выразить отдельную надежду то что мы будем всячески продолжать развивать это направление у нас сейчас студентов которые готовы специализироваться все больше и больше и философов и политологов с одной стороны это связано с увеличением в принципе наборов а с другой стороны есть определенные такие моменты популярные так называемые восточного поворота ну и это хорошо потому что это позволяет нам все больше и больше ребят привлекать вот в это направление и соответственно я очень надеюсь что больше будет уже студенческих конференций или молодежных круглых столов возможно которые будут посвящены вот данным проблематикам спасибо большое Мария Тигран огромное спасибо за ваш труд вообще я восхищаюсь тому насколько везде успевает ну не надо так много не надо про меня значит я тут хочу только вот что сказать что Наталья Николаевна не не сказала главного что если что-то я сделала в плане вот работы по кафедре я считаю самое большое что у нас появились сотрудники которые кончали нашу как раз кафедру и эти сотрудники очень хорошие вот например Рыкова которые вы читали это Березняк которые тоже вы читали это все качественные это сейчас по-моему из этих кто кто у нас еще да это арабисты которые работают у Смирнова но самое главное это то что Мария Тигран уже много лет не читает два семестра то есть я только первый семестр читаю а основной который связан не вот такой как я даю несколько поверхностный но обобщающий вводящий в этот курс по восточным философиям вот основные по каждой традиции углубленно читает Станислав Юрьевич Рыков который вот вы знаете про Лев Титлин по Индии читает но вы его знаете он переводом у него переводная часть вклада в нашу книгу по политологии Наталья Ефремова до недавнего года до этого года читала теперь политологию читают слышите меня слышим слышим очень хорошо я хотела бы выразить прежде всего благодарность за приглашение участвовать в таком интересном в работе круглого стола и вот по очень интересной монографии коллективной но так как вы начали с Навруза я воспользуюсь моментом и хочу пожелать всем счастья мирного неба чтобы мы могли больше посвятить себя научным открытиям научной работе работе со студентами и вообще просто нормально жить я всем вам желаю здоровья любви и счастья переходя конкретно к этой монографии хочу сказать что я не философ я историк культуролог и мне понравилась здесь такая отметка что работа была посвящена более глобалист и подход в мировом философском дискурсе метод межкультурного философствования основанного на диалоге готовности не только услышать точку зрения другого но и творчески ее воспринять практически те постулаты которые ЮНЕСКО и тоже прорабатывает сегодня ораторы очень интересные некоторых я просто заочно слышала знала теперь вот воочию увидела и отмечали о самом и вы тоже Мария Тигранну о содержании мы часто говорили например не только мы а вообще о восточной философии здесь вот в разделах выделяется интересное и я бегом пробежала честно пока так скажем по диагонали прочитав эти работы но очень многие из них заинтересовали и я думаю продолжать продолжить пополнять свое свой багаж в сфере межкультурного диалога но именно с точки зрения философии вот здесь мне еще понравилось что в монографии выделено что необходимое стремление было избежать излишнего использования иностранных слов легко заменимых русскими словами словосочетаний в отечественной литературе как раз таки и в обычной и в научной литературе дело в том что это касается думаю не только русского языка но и многие языки сегодня заполонили иностранные слова без них нельзя но есть слова которые можно использовать на любом родном языке чтобы это было доступно всем и здесь также вот мне понравилось отмечено что философия приобретала межкультурный характер каждый раз при встрече культур которая могла быть обусловлена разными причинами яркий пример тому мусульманская философия влияние иудаизма и христианства на становление ислама и эколама фальсофа как результат творческого восприятия греческой античной философии наличие концептов зороастризма философии суфизма и так далее я почему вот именно их и зачитала только потому что постаралась внимательно прочитать но я еще раз признаюсь что я не философ и не все так сказать может быть статьи для меня точно дошли наверное потому что бегом но еще раз хочу подчеркнуть что для меня важна ваша ваша важная работа почему потому что я еще и преподаю и естественно мне очень хочется донести вот то что я прочитала статьи очень интересные студентов тоже потому что то что мы с вами передаем ваш опыт я значит свой багаж как говорила хочу обогатить и в то же время использовать чтобы тоже донести до студентов Мария Таттеграновна уже подчеркнула и упомянула о том что мы встретились в Баку на форуме высшего уровня и была такая была приятная неожиданность в том что мы находясь в разных городах в разных странах мы разрабатывали один учебник но каждый по-своему естественно я связывала с Таджикистаном и с Востоком у Марии Таттеграновна шикарный учебник вышел который был диалог культур и когда мы сравнили свои книги у нас получилось что есть очень много интересного общего и в то же время у каждого был свой подход свое оформление книги и мы только этим дополняли спасибо всем вам меня не видно к сожалению спасибо спасибо большое Мунзифа слышите да я вас всех слышу да очень жаль что участники все не видят вас потому что вот они очаровательные шаки восточные женщины мои подружки вы бы получили просто еще эстетическое удовольствие на них посмотреть спасибо спасибо большое вы говорили правильно что нам нужно конечно вот писать о сложных вещах все-таки можно и нужно писать ну не хочу сказать прозрачно но писать так что по крайней мере на своих языках это было всем понятно чтобы не надо было иметь определенное высокое образование обязать его самое высокое вот а можно было при обычном высшем образовании хотя бы понимать смысл того что мы пишем и надеемся что будем дальше сотрудничать продолжать если когда-то вообще там все это плохое уйдет вот дай бог спасибо Гюльчара Саидова из Дагестана Гюльчагра откройтесь пожалуйста вы же там картинки видны были она тоже просила слова Гюльчагра Виктория Германова ну я всем всех благодарю за такое такое внимание к нашему труду и за то что вы сочувствуете нашим как бы интересам и готовые принятия дальнейшие исследования в этом направлении я бы хотела ответить Сергею Дмитриевичу у нас с ним очень старый спор по поводу существования индийской философии я не буду касаться именно этого спора но хочу отметить просто одно обстоятельство он сказал про то что в англоязычной литературе межкультурная философия как-то не очень активно развивается и тут я должна возразить потому что я слежу за этой литературой и я вижу какой размах приняли сегодня межкультурные или интеркультурные исследования в качестве примера приведу хотя бы несколько публикаций их очень много это публикации как правило в сериях в сериях есть разные серии систематически публикующие монографии например есть серия есть серия софия которая кстати руководит прошла тама и там уже 36 томов в этой серии опубликовано именно межкультурных исследований они как правило касаются каких-то конкретных проблем проблем сознания проблем эго личности персоны проблем эпистемологии проблем свободы воли извините пожалуйста сейчас я сниму этот телефон так и то есть это поначалу было такое общее направление сравнения традиций как таковых философских а сейчас это уходит вглубь вглубь диверсифицируется и надо сказать что вот растет как снежный ком так что ну мне кажется что утверждать что-то такое нет никаких нет никаких оснований отрицать влияние и интерес к этой тематике в англоязычной литературе нет оснований тем более что языком межкультурной философии является как раз более всего является английский язык английский язык вот и немецкий в какой-то степени но немецкий был на каких-то более ранних этапах а сейчас это в основном английский язык вот собственно вот то замечание которое я хотела сделать что касается коней трепетных вани вернее вот вот как бы вот ну что ж такое очень занятая женщина нет по-моему проще им ответить да вот и мне кажется что это такой аргумент ну скажем наивный очень наивный ну учитывая то обстоятельство что ну есть разные определения что такое межкультурная философия и в частности определение которое разделяю я что межкультурная философия это то что делают межкультурные философы это люди которые имеют философский опыт в рамках разных культурных традиций я себя тоже отношу к межкультурным философам Прежде всего, это люди, получавшие образование в рамках этих разных традиций, это индейцы, их чрезвычайно много, они очень успешны, это китайцы, это представители других национальностей и культур. То есть это европейцы, которые тоже имеют возможность учиться в Индии, в Китае, в Иране и где угодно. Поэтому как бы отрицать наличие таких, отрицать межкультурную философию, это означает отрицать наличие таких людей, но это смешно и наивно. Тем более, что количество таких людей растет в связи с тем, что очень многие сферы исследования в области востоковедения, будологии, эндологии становятся международными проектами. И, в общем-то, сейчас как в науке приняты коллективные проекты, так и в нашей сфере востоковедной тоже довольно много коллективных проектов существует и развивается. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо. Хорошо, давай, Наталья. Нет, 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 это я решила вклиниться, потому что, насколько я помню, Сергей Дмитриевич говорил, что во франкоязычной философии, тема межкультурности как-то не принимается. Не в англоязычной, а во франкоязычной. Нет, нет, он и про англоязычную тоже сказал. Вот то, что удивительно, он действительно сказал про англоязычную. Это очень удивительно, потому что мы-то... Да, кстати говоря, Уильям Суит, которого вы знаете, книга которого ему понравилась, я ее не привожу, потому что она мне кажется очень поверхностной, очень такой обзорной. Вот, он сам никогда в это глубоко не входил, но поскольку это модно, это современно, он так подхватил. Но как настоящий и убежденный англосакс, вот, в идеологическом и прочем плане, ему очень трудно на это перейти. Я могу себе представить, что сейчас, когда там Джанар Данганери, у них между собой вряд ли есть союз и взаимопонимание. Но есть прекрасные на американском континенте специалисты именно такого межкультурного. Например, выступал и пишет очень много Роджер Эймс, синолог, очень известный, который вот сейчас, когда он ушел даже на пенсию, он преподает в Пекине в университете, на основном пекинском университете, и преподавал в Англии еще наполовину. Он бесконечно издает книги, и они написаны, между прочим, вот в свое время они делали это с этим, как его, который из Техаса был, Вика, его друг, который... Дэвид Холл. Да, с Дэвидом Холлом делили эти книги, вот, ну, прекрасные были, и вообще он сам много, и таких очень много, это много. Вот, если говорить о мусульманском мире, то, знаете, там тоже появились, кстати говоря, очень активно в этом мусульмане иранские участвуют, арабов меньше. А иранские, они, вот, если вы посмотрите журналы, особенно «Философия Иствин Вест», гавайский, там, во-первых, конечно, все западные представлены очень хорошо, но там все время есть и статьи иранских, так что все зависит от того, где кто печатается. Французов я не знаю, но я как-то уверена, что там тоже должны быть, вот, наш Улен, может, и Жюльен тот же самый, вот, так что это есть все. Да, пожалуйста, кто хотел? Кто-то поднимал руку. Наташа сказала все, да. Так, Николай, а, по-моему, Рубец хотела, да? Маша, да, вот, Мария Рубец, а у вас нестабильный, да? Ну, тогда что я могу сказать? Ничего не могу сказать, ладно. Тогда, Николай Иванович, пожалуйста, вы. Спасибо, да я, собственно, маленькое замечание короткое хотел сделать по поводу, ну, как бы, вовлечения политологических терминов, философский дискурс. Поскольку мне приходилось все-таки, вот, по характеру работы заниматься политологией. Я, Тигран, прошу прощения, меня слышно? Я прошу прощения. Мне помогли что-то тут подключить, по-моему. А, понятно. Ой, извините, Николай Иванович, это, говорит, чахра надеялась. Арина, извините. Да, да, мой дорогой, давай. Продолжайте, пожалуйста, я потом подключусь, попробую. А сейчас что? А сейчас не можешь? Вроде бы. Мне же неудобно прерывать человека. Нет, нет, пожалуйста, прерывайте. Он понимает. Тысяча изменений. Пока еще мой микрофон включился, мне просто помогли. Меня слышно? Да, да, да. Извините, что ты красивая, все есть. Спасибо большое. Прежде всего, дорогие друзья, я всех вас поздравляю с наступлением вот этого Нового года. Поверьте, настолько была интересная беседа, настолько интересное мероприятие. У меня буквально полон дом гостей, но я с вами. С вами. Во-первых, хочу сказать, что книга была чрезвычайно интересной и содержательной. Я чувствую, что это перекликаться с тем, что мы делали в плане нашей прежней работы, вот по тем, да, нашим работам проекта по Родосу. Вопросы межкультурного диалога настолько мне близки и, безусловно, философские вопросы связаны с этим, что я действительно хотела бы иметь печатное издание этой книги, не только электронную версию. Мне все равно ближе, роднее, дактильно ее ощущать, общаться. Я буквально вот с карандашом в руках работаю с этой книгой и убеждена в том, что она еще ни одно издание выдержит. И по поводу того, что были замечания, высказывания, что были включены ранее неоднократно изданные работы, я думаю, что если работы действительно в содержательном плане подходят, значит, они настолько интересны и богаты, что возникла необходимость к ним вернуться вновь. Вот, я чувствую, вы киваете, значит, согласны с моей позицией. Безусловно, я, кроме того, хочу по поводу этой книги поработать со своими коллегами, передать ее нашим профессорам отделения кафедры ЮНЕСКО по Северному Кавказу, потому что они у нас в разных городах работают. И хочу, чтобы они тоже с ней ознакомились, а потом даже планируют, как с заводделением, устроить небольшое обсуждение, может быть, даже в кругу наших коллег именно этой книги. И пригласить Мария Тиграну, всех, кому это будет интересно, я сообщу ко времени, когда у нас такая возможность будет. Я очень надеюсь, что вы откликнетесь на мое приглашение. И сегодня я буквально вот с тетрадочкой, с ручкой сидела и за каждым из выступающих небольшие пометочки делала. У меня столько появилось, много новых идей и мыслей, что хочется это все по-настоящему переварить, осмыслить, а потом уже иметь возможность адресно об этом говорить. Хочу еще раз всех поблагодарить, извиниться за то, что я прервала кого-то из выступающих и сказать, что по-настоящему интересная работа. Мария Тиграновна, вы не должны говорить о том, что не будете вести, без вас нам будет скучно. Ну да, конечно. И действительно нас всегда ведете. Благодаря этому я увидела столько сегодня опять уже знакомых своих старых друзей. Огромное всем спасибо, творческих успехов, будем на связи. Через Мария Тиграновна меня всегда можно найти. Еще раз всех с праздником, здоровья, благополучия. Друзья, вы проделали огромную работу. Думаю, что ее надо продолжать. Всем успехов. Я надеюсь, что меня все-таки было слышно. Да, да, да. Николай Иванович, ну вы молодец, что вы нас просили. Мария Тиграновна, я вот вижу два окна Влада Белимовой и в одном из двух окон поднята рука. Так, Влада, а еще Елена Львовна, вы хотели или нет? Или вы меня благодарите, а, наверное, вы хотите что-то в этой... Елена Львовна Скворцова из Института Востоковедения ведует научный, главный научный сотрудник, который у нас по Японии писала. Я, кстати, ее тоже в лицо однажды только на экране видела. Елена Львовна. Так, а может быть, она ушла? Скворцова Елена Львовна. Нет, это Станислав. А, наверное, она ушла, да? Так. Ну хорошо, тогда... А кого вы еще заметили? Николай, Коля, кого вы еще заметили? Сейчас я микрофон включу. Влада Белимова. А, может быть, Влада у нас даже в этом замечательном... У нее почему-то два окна подключено. Одно, видимо, со смартфонов, второе с компьютера, я не знаю как. А у нее, может быть, какие-то проблемы с этим, да? Ну давайте как-нибудь ее вызовите и просто... Да, коллеги, меня слышно? Здравствуйте. Да, слышно. Да? Да, действительно, у меня два окна, потому что... Ага, Влада, давай. Не хочет он меня видеть. Поэтому я решила подключиться еще раз, чтобы все-таки мое изображение... Ну те, кто ее не увидит, войдите в YouTube, и там замечательное ее видео, и она читает лекцию по буддизму и науке. Так что это тоже. А сейчас она будет по микрофону только. Давай, Влада. Да, дорогие коллеги, спасибо большое вам за участие в этом кругу на столе, и, конечно же, огромное спасибо Марии Тиграновне, нашей вдохновительнице, нашей предводительнице, нас, я имею в виду межкультурных философов, начинающих и продолжающих. Я принимала участие непосредственно в подготовке этой книги по просьбе Марии Тиграновне. Я бы сама, наверное, на это не решилась, потому что в это время я еще и диссертацию заканчивала, завершала. Вот, и поэтому я так получилось, что я в основном все читала тексты, которые в этой книге есть, до их уже окончательного издания. Вот, и, конечно, я хотела бы сказать следующее. Я бы хотела сказать, что очень интересная структура, которую в результате Мария Тиграновна приняла как основную, что есть тексты по классической межкультурной философии, переводы, есть тексты конкретные по странам, как мы понимаем, откуда возникает межкультурное мышление в цивилизациях китайской, индийской, японской и арабской. Вот, также необходимо нам понять, как в современной ситуации межкультурная философия развивается, и, наконец, какие существуют парадигмы и планы на будущее самого этого направления. То есть, в целом, конечно, мне кажется, тут все удалось охватить. Вот, я хотела бы еще со своей стороны сказать, что в своей работе я хотела рассмотреть то, каковы были предпосылки именно в западной философской традиции, предпосылки возникновения такого межкультурного подхода. И насколько у меня это получилось судить вам, я очень старалась, но мне кажется, что было бы здорово также посмотреть такие предпосылки в других культурах, в индийской, в китайской, в японской и так далее, потому что именно эти предпосылки, как мне представляются, мы можем сравнивать эти предпосылки, да, в частности, в индийской традиции, например, джаинская философская система, которая предполагает множественность точек зрения, она может быть такой вот предпосылкой. Я уверена, что есть и такие другие. Это я, наверное, сейчас какие-то... говорю вещи для того, чтобы нам всем подумать о том, чем заниматься дальше вот в этой зоне. Потому что зона огромная, объёмная и очень интересная. И ещё раз я от всего сердца благодарю всех сегодняшних спикеров, выступающих. Было очень интересно слушать отзывы про эту работу и про эту тему. Спасибо большое. Спасибо. 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 Марина Тиграновна, у вас слышно? У вас микрофон выключен, Марина Тиграновна. Вот, сейчас. Вот. А сейчас слышно. Сейчас слышно? Николай Иванович, давайте вы тогда... Да, давайте, я быстренько, я просто... Да, ради бога, у нас есть ещё... Я хотел с маленьким комментарием выступить по поводу внедрения политологических терминов в философский дискурс. Я, в принципе, поддерживаю эту идею, что желательно, конечно, этими терминами не злоупотреблять, но хотел обратить одно внимание. Вот это, извините, особенность политической науки, если её можно называть наукой, и одновременно проклятие политической науки. Почему? По очень простой причине, что политический дискурс, он, конечно, с одной стороны, дискурс о политическом процессе. А с другой стороны, он сам часть политического процесса. Можете себе представить политические процессы, с которого исключена возможность политиков что-то говорить или писать и так далее? Можем, можем, можем. Боюсь, что тогда у нас будет какая-то совсем другая политика. Может, это будет к лучшему. И в результате возникают парадоксы, которые в своё время исследовались как парадоксы самореференции. А политологический дискурс, он ведь и о политическом дискурсе, и о политическом процессе. И поэтому там тоже возникают парадоксы самореференции. Рекомендация, которую когда-то сделал Бертран Рассов, что давайте, чтобы эти парадоксы обойти, будем просто говорить на мета-языке, да, она, причём, уж не знаю, под влиянием Рассова или нет, или сама по себе, такие усилия предпринимались, но результаты оказались разочаровывающими. Либо эти слова уходят в обыденный дискурс, и тогда обрастают всеми изъянами терминов обыденного языка, либо они никому неизвестны. А вот просто сказать, вот давайте, ну можем ли мы, например, сказать, что мы можем определить, что такое либерализм, демократия, коммунизм и так далее, независимо от того, как эти люди сами себя определяют. С одной стороны, конечно, верить им нас лучше, вот это вот, то есть, коммунизм, а вот это, демократии, будем спрашивать только их, немножко наивно. Но с другой стороны, если мы примем во внимание, что это ведь не просто самоназвание, это принципы самоидентификации, и они определяют само поведение, приходится вот с этим считаться. Я, правда, думаю, что и в философии есть эта проблема самореференции, и именно поэтому думаю, что нам еще этих проблем добавлять, может быть, и не стоит. Но вот как нам при этом рефлектировать философские политические процессы, ну, мне пока вот представляется, ну, как, ну, вот, надо работать, предлагать мета-язык, не забывая о предметном языке и так далее. Просто это, ну, как бы так выразиться. Ну, давайте я просто повторюсь, это само проклятие политологии. Да, вот это так. Вот у физиков такой проблемы нет, у биологов такой проблемы нет. Это, мне кажется, что в гуманитарно-социальном знании эта проблема очень значимая. А если межкультурная философия уже просто по определению будет представлять из себя часть межкультурной коммуникации, то вот это надо просто всегда иметь в виду. Ну, все, больше я закончу. Спасибо большое. Спасибо. Убиралась там по каждому. Вы слышите меня? Да-да, мы вас слышим, все нормально. Я не буду говорить, потому что уже времени нет. Должна сказать, что получилась содержательная такая беседа у нас и разговор. Очень сожалею, что не было Лепихова, потому что я знаю, что он готовит рецензию, даже уже чуть ли не приготовил. Что он там написал, не знаю, но поскольку он, в общем, наш человек, очень серьезный в синологии, в буддизме, очень жаль, что его нет. И жалко, конечно, что нет Колесникова, он любит выступать, дискутировать, очень знающий человек, хорошо Латинскую Америку, и их знает. Но что поделать, все в жизни бывает. Я вас всех очень благодарю от своего имени, от имени моих коллег, потому что, если вы обратили внимание, достоинства этой книги мы не отмечали, но я хочу сейчас сказать, достоинства книги, что у нас все сотрудники, кроме одной Насти, которая в это время болела, все участвовали. И самое главное, активно, и, между прочим, в числе тех, которые отмечают как чуть ли не лучшие статьи или лучшие статьи, это молодежь, наши молодые, совсем молодые, которые не были в этой теме, в этих тематике, и даже сначала нерешительно брались, но как хорошо справились, понимаете? Вот очень это радостно, это говорит о том, что работа будет дальше вести. Другое дело, что, ну, я не могу уже к атаку, но у нас есть Виктория Георгиевна, которая в этом индолог сильнейший и очень сильна в комфортивистике, и знает там всевозможные это, и как организатор я не сомневаюсь, что эта работа пойдет. Но лучше, чтобы мы это все делали еще вместе с вами. Так вот, насчет того, что вместе с вами. То, что мы вместе с вами будем работать, уже ясно даже с кем конкретно можно, но я хочу, чтобы мы взяли на заметку еще необходимость того, чтобы межкультурный метод работал не только в философии. Он должен работать во всех гуманитарных областях. Во всяком случае, это необходимо. Кстати говоря, политологии это уже делают, праве это уже тоже делают. Насчет социологии не знаю, но, может быть, и психологии делают. Вот тут, конечно, у нас просто, не знаю, силы хватит или нет, но попробовать, может быть, на каком-то этапе выйти вот на такие круглые столы с гуманитариями. Может быть, это университет возьмется сделать. Подумайте, давайте подумаем вместе, как это сделать. Политологи, может быть, могли бы МГИМО это организовать. В общем, подумать надо, как это сделать. Я постараюсь, мы говорили это, я постараюсь, чтобы у нас была эта видеозапись, и мы могли бы ее вам всем разослать. Продолжение следует...